Заплати налоги и живи спокойно, гласила известная реклама несколько лет назад. Но даже если мы, законопослушные граждане, ни от кого не скрываемся и готовы платить, всегда ли мы знаем, какой именно налог и когда обязаны внести? И не образовался ли за нами долг государству? В апреле Федеральная налоговая служба заканчивает составление отчета по налогам. Его итогом станет перечень граждан, уклонившихся от ряда обязательных платежей в истекшем 2011 году. Последствия такого рода забывчивости могут быть самыми непредсказуемыми. Согласитесь, мало хорошего, когда вы, упаковав чемоданы и прибыв в международный аэропорт, вынуждены развернуться на 180 градусов. Между тем, сотни москвичей ежегодно оказываются именно в таком незавидном положении. И все потому, что 229-й закон об исполнительном производстве ограничивает право выезда за пределы Российской Федерации ввиду всякого рода задолженности. У тех, кто не хотел бы оказаться в черном списке, еще есть немного времени, чтобы их погасить. Подробнее Ольга Лобецкая. Жизнь в долг для многих москвичей давно стала нормой. Кредит на квартиру, осроченный коммунальный платеж, пара тысяч рублей, перехваченных до получки. Возможность одалживать словно спасательный круг. Однако порой долг превращается в мину замедленного действия, способную рвануть, оглушить и даже покалечить. Борис Перов получил травму моральную. В прошлом году с семьей собрался на свадьбу к другу. До украинской столицы, где отмечалось событие, решили ехать на поезде. Проблемы начались на границе. Ночью, когда, сверившись с базой данной, пограничники объявили Борису о его запрете на выезда за пределы России. Не объяснили ничего. В чем причина? Сказали только это постановление судебных приставов. Всей семье пришлось возвращаться. По приезду уже сюда нам объяснили, что якобы, там, несколько лет назад я своему приятелю был поручителем в банке. Он не выплатил кредит, и в результате чего весь кредит повесили на меня. Ну, благо эта история закончилась благополучно. Я его нашел, он, как бы, заплатил кредит, и все решилось. А это уже другая история. Трасса Москва-Ярославль. Сотрудники ГИБДД тормозят очередную машину. Документы в порядке, но мужчину не отпускают. У вас имеется задолженность по алиментам. В сумме 278 тысяч 50 рублей 5 копеек. Потому что... Которая образовалась за 5 лет. Вы место работы скрывали, не сообщали. Какие нафиг алименты умерз? Все уплощено. Возражение серьезное, но нет документов, нет доказательств. У судебных приставов, наоборот, все с собой. Все, у меня было покончено, я ничего не получал. Я вообще ничего не получал. Сейчас будем описывать имущество ваше. Теперь Олег Валерьевич останется без машины. Вырученные средства пойдут на оплату задолженности по алиментам. В прошлом году в Москве находилось более полумиллиона исполнительных производств. Задолженности по кредитам, коммунальным выплатам, алиментам, штрафам, налогам. В результате в бюджет поступило почти 17 миллиардов рублей. Система выбивания долгов, хотя и отлажена, но несовершенна. Арест имущества, исправительные работы, ограничения в праве выезда за рубеж и другие санкции накладываются только по решению суда. При этом абсолютно не важно, сколько человек задолжал. Пару сотен рублей или пару миллионов. Принципиально важным является то, что о готовящихся санкциях гражданина обязана предупредить. Должник у нас уведомляется неоднократно как и судом, вынесшим решение, так и службой судебных приставов, в котором попал этот исполнительный документ. Если бы москвич Илья знал эти тонкости, то как минимум подал бы встречный иск на несоблюдение закона, как максимум не лишился бы долгожданной поездки. На Новый год со мной произошла не очень приятная ситуация. Я хотел своей девушке сделать сюрприз. Мы должны были поехать во Францию на отдых. Но доехала пара только до московского аэропорта. На пограничном контроле ребят задержали, объявив Илью временно невыездным. Вообще, ну, был полный шок. Особенно девушка, она так рассрелась, ну, даже поплакала. Как ни старались молодые люди решить проблему на месте, у них ничего не вышло. Никакой информации, кроме той, что запрет поступил от приставов. Я даже не знал, в чем проблема, какие у меня задолженности, да. Это только после новогодних праздников, да, когда я позвонил в службу приставов, мне сказали, что у меня транспортный налог за должность. На почту, да, вообще ничего не приходило. То есть никаких извещений не было об оплате. И для меня это было, ну, честно говоря, таким удивлением. Но еще большее удивление вызвал тот факт, что ни через день, ни через два после оплаты улететь в Париж так и не удалось. В конце концов, поездка просто пропала. После оплаты должником за должности процедура снятия ограничения ему выезда за пределы Российской Федерации в среднем составляет 7-10 рабочих дней. Таких невыездных только в прошлом году и только по Москве было около 26 тысяч. Почти половину составляли алименщики и должники по кредитам. Когда происходит снятие физического лица с самолета, должника, для нас это ЧП. Потому что, соответственно, этот должник, он приходит к нам с негативными эмоциями. Нас это тоже, естественно, не устраивает. В каждом конкретном случае мы начинаем разбираться, кто виноват в том, что человека не пропустили. В 99% случаев виноват сам должник, потому что он знал и не оплатил. В 1% случаев может быть вероятность того, что должным образом уведомление до него не дошло. В таких случаях, бывают такие случаи, они очень-очень редки. Мы разбираемся с каждым отдельно и конкретно. Мы принимаем экстренное снятие. В случае перебронировано билеты на сутки, через сутки. Вот так вот. Мы даем должнику такую возможность. Опять же, случай погашения задолженности. А вот в отношении нарушителей правил дорожного движения гайки, наоборот, затягиваются. Получив постановление инспектора или мирового судьи, водитель должен оплатить штраф в течение 40 дней. Если этого не происходит, штраф увеличивается вдвое. А в соответствии с поправками 112-го закона об исполнительном производстве, в пользу федерального бюджета с должника взыскивают еще и дополнительные 500 рублей. Приближающийся апрель, как всегда, будет ознаменован важным событием. В налоговой службе завершится отчетный период за истекший 2011 год. С этого момента те, кто не заплатил долг, согласно рекламному слогану, должны перестать спать спокойно. Проверить свою задолженность по налогам земельному, имущественному, транспортному, а также налогу на доходы можно через интернет. Один из сайтов так и называется – сайт должников. Указанная ссылка отправляет нас на официальную страницу Федеральной налоговой службы. Нажимаем, как она спросит здесь, соглашаемся с предложенными условиями. Далее вводим ИНН, фамилию, имя, отчество. К своему удивлению, я только что обнаружила, что, оказывается, у меня есть задолженность на имущественный налог. Причем не просто задолженность, а уже с начисленными пениями. В общем, ничего страшного, если погасить и то, и другое. Но когда у налога закончится исковая давность, а она может длиться от трех месяцев до трех лет, к неплательщику применят уже другие санкции. Например, ограничение на невыезд. А то, что в этом мало приятного, многие уже имели возможность убедиться. Ульга Лобеско, Антон Чечен, Екатерина Поздняева. Главная тема.